Всем привет! Сегодня поговорим о том, почему турчанки не работают, почему не надо работать. Ой, тема такая довольно-таки долгая, сложная и трудная, потому что в каждой семье свои правила, свои какие-то там взгляды и так далее. Нет, не все турчанки не работают, скажу сразу, да, некий миф развенчаю. Очень многие, да, если мы берем сравнение там с Европой, там, не знаю, с Азией и так далее, многие не работают. Это не только турчанки, а вообще, в принципе, у восточных народов, у восточных женщин. Раньше многие не работали, потому что рожали по очень много детей. Сейчас, кстати, рождаемость тоже сегодня очень плохо, но в крупных каких-то городах, культурных центрах больших, больше, конечно, работающих женщин. Я сейчас, честно, не скажу статистику Турции за последние года три, потому что раньше это было где-то 50 на 50, или назовем. Пока что я чуть не сталкивалась с этой информацией. В последнее время свеженькая информация на глаза не попадала по статистике по работающим женщинам. Работают здесь немало, скажем так. 50 на 50 хотя бы. Но не все, типа, женщины сидят дома и не работают. Я очень много до этого видео на канале у меня были, чем они занимаются, про уборку, как они себя реализуют или работают на себя, например, из дома. Тоже такие варианты были. Но в этом видео я хочу рассказать о таком, скажем так, факте, что хочу подтвердить. У нас складываются впечатления всегда, если женщина не работает, значит, муж хорошо зарабатывает, может себе позволить неработающую жену. И вот касаемо Турции, здесь очень часто, да, скажем так, средний и выше среднего достатка женщины, если семья такого достатка, могут себе, назовем так, позволить не работать. То также если есть неработающие женщины, если им семейный достаток не позволяет не работать. Условно, у них недостаточно денег в семье на детей, на еду, еще на что-то, на какой-то там быт, но они могут не идти работать. Здесь такое есть. Как это объяснять? Ну, по-разному, честно говоря. Ну, во-первых, если там многодетная прям семья, представляете, всех детей там по садам раздать, их же надо одеть, обуть, там, не знаю, книжки и карандаши купить и все прочее, в школу отправить и так далее. То есть, на самом деле, дешевле, наверное, ей не работать, да, ухаживать за детьми, потому что это большие траты отдавать куда-то, ну, даже в государственный садик. Там все равно есть, назовем это, кайдат за ребенка, да, это когда ты платишь какой-то взнос все равно за что-то. Даже если там тебе возить ребенка не надо, ногами пешком туда ходите возле дома где-то, ну, все равно, короче говоря, это траты, да, одежду тоже купить и так далее, как-то собрать ребенка. А если у человека трое-пятеро, ну, примерно, да, то есть это определенные затраты. Поэтому таким многодетным и бедным выгоднее, наверное, да, сидеть дома с детьми своими. Но есть такие случаи, когда живут на зарплату мужем, зарплата вообще среднестатистическая по городу, где они живут. Один ребенок, может быть, даже два, и жена все равно не идет работать, официально там где-то как-то не работает. А почему? А вот здесь уже есть такой момент, назовем, может быть, восточным. Меня мама не для этого рожала вообще-то. Здесь очень часто из поколения в поколение, назовем так, привычка, научение передается от мамы, что моя мама не работала ни дня. Таких женщин очень много, да. Девочки живут с этой мыслью, свыкаются, для них это нормально вообще-то. И, например, у них в семье также не очень много денег всегда было, но при этом маме не приходилось работать. А дома у них там варено, накормлено, папа радостно приходит с работы. Ну и что, получается, что девочка выходит потом замуж, повторяет мамину судьбу, назовем так, некий сценарий жизненный, которым она научилась от мамы от бабушки, и все. Если вы меня спросите, а что лучше жить или зарабатывать деньги, как-то не хочется, нет такого стремления. У таких нет. Потому что у них некая безинициативность, отсутствие вот этого некого рвения, потому что они вот так живут. Они это видели тоже от мамы, да. Не надо сопротивляться, плыть по течению, а бось само как-то вывезет. Как говорится, бог дал ребенка, даст и на ребенка то, что эта тема популярная. Они рожают детей, не думая о том, чем они их кормить и учить будут. И от таких людей не надо ждать рвения, желания работать, улучшать свою жизнь. Блин, это не та история. Вот у таких, если вы спрашиваете, а у них жены и работают, да, это уровнем повыше социальным, более интеллигентные люди или образованные больше, да, которые где-то что-то посмотрели, попутешествовали, возможно, или в принципе у них какие-то стремления есть к образованию и так далее. Они хотят дать своим детям лучшее. Вот тогда у таких жены, да, дети работают, что-то делают, потому что они понимают, что детям нужно не только в школу отдать, но и кружки всякие оплатить. Как же здесь вообще творится ни разу не дешевая. Или там очень здесь популярная, знаете, какая тема? Когда заканчивается школа, старшеклассники, они еще ходят на курсы. Это всякие репетиторства по воскресеньям и субботам. С ребенком вообще к окончанию школы, на самом деле, последние годы, 10-й, 11-й, типа наш класс, 9-й, они вообще не вылазят с учебы. Они учатся в школе 5-дневку, а суббота, воскресенье еще на всякие курсы ходят. То есть на дополнительные предметы, педагоги, к поступлениям, вся прочая история. Они тебе денег стоят, да. Если ты хочешь, чтобы институт, твой ребенок хороший поступил, или там на бюджет, или еще как-то, для этого сейчас тоже платить нужно. И вот, ну, те, у кого мама не работает, они живут, например, не супер в достатке, дети на такие курсы не уходят. То есть на это деньги тоже нужны. Тут уже, знаете, выбор не тот стереотип, что все турчанки не работают. Это уже от культурного и социального уровня семьи зависит здесь. Вот этот выбор, работает же он или не работает. Давайте вы любите личные примеры. Вот даже в семье моего мужа абсолютно по-разному. Кто-то работает, кто-то нет. Моя свекровь никогда не работала. Ее супруг хорошо обеспечивал ее, детей, ей не нужно было работать. Но жили они, ну, чуть выше среднего, назовем. Ну, среднего, как все, допустим. Но при этом, когда он оставил свою работу, просто как, не буду называть какую, при должности такой довольно-таки был, но в торговле на себя работал. И они открыли магазин туристический. Она там с ним была, она с ним работала, она так же, они вместе работали реально, точно так же. То есть сказать, что она совсем не работала на государственной какой-то службе или на кого-то, нет. Но когда у них был общий, скажем так, семейный магазин, бизнес, можно сказать, что да, она с ним работала, получается. Какой-то период времени там, типа, ля, 20 лет, она тоже работала. И как бы совсем не работающий, я тоже назвать не могу, да. Также, не, у меня большого мужа все работают в основном. Очень много медиков у него в семье, или кто-то с торговлей со своим бизнесом, или вот с технологиями с IT, кто молодой сейчас по коленосу. В основном медики, очень много медработников всяких в семье. Врачей различных, хирурги есть, вот даже волосы кто-то пересаживает и так далее. В общем, короче, в основном у нас медицина и такое все прочее. Я к тому, что, чтобы прямо у нас кто-то прямо дома сидел. Знаете, кто дома сидел и не работал? Бабушка моего мужа. Она работала, она фельдшером была, мя-ля медсестрой. Она была очень богата, я вам рассказывала про прадеда, про бабушку моего мужа, как это видео летом на даче, когда мы были. У них всякие земли были, виноградники, виноградная фабрика. Вся эта история, вина делали. Потом тут первый маркет, магазин, а в Стамбуле открыли этот первый частный магазин. Это был прадеда моего мужа. То есть вот эта торговая сфера, он вообще с самого начала, вся семейка его, в общем. Я к тому, что либо медики, либо торгаши у нас в семье у мужа. И вот я к тому, что вот бабушка только, у нее было образование, она была медсестрой, но она вообще не работала никогда. Она тусовалась, гуляла, у нее было наследство, назовем так, от родителей, которые она... Ей не надо было, скажем так, работать. Вот это ее уже детям потом пришлось. И как вы правильно выразили? У нас в семье здесь нет такой установки у мужа, что надо работать или не надо. Как-то все как-то сами свой выбор делают, я бы так это назвала. Но среди людей, с кем я общаюсь, очень много... У меня вообще практически того, что кто не работал, практически нет ручанок, кто бы сидел дома прям. Либо они на удаленке работают, либо сами на себя, либо они где-то в бизнесе в каком-то, либо они ходят на работу стандартным, там, по часам, как все, куда-то там в офис. Знаете, сейчас такая экономическая ситуация в стране, не только сейчас в ноябре, да, что с долларом, а вообще последние несколько лет в стране. А все меньше и меньше женщин остается, которые не работают, потому что работать надо, деньги нужны. Если ты хочешь хорошо жить достойно, назовем так, закрывать свои потребности, работать надо. Так, чтобы сидеть дома, как раньше, приходить в потолок, уже не у всех получается. Накладно, назовем так. Иной аспект, вот этот выбор, работает жена или нет, я считаю, что зависит, повторюсь, от культурного семьи, к чему они учились у своих родителей, и финансового в том числе. То есть, если ты хочешь деньги, скажем так, какие-то иметь, то ты должен их и зарабатывать, они с ним не падают, да. Если ты хочешь в нищете жить и не работать, ну, пожалуйста, то, что твой выбор, рожаю, там, пять детей, за которыми надо дома сидеть, смотреть, что их отдать в садике, это дорогое тоже удовольствие. Всех так пятерых и не отдашь, денег надо немало. В общем, каждый делает выбор свой. Но здесь вот этому, работаешь, не работаешь, свободное какое-то отношение, никто никого не прессует, ну, в принципе, это исторически и культурная история идет. Эмансипация женская в Турции, скажем так, не так давно произошла, раньше многие женщины вообще не работали, да. И работали, точнее, в огороде на себя. Вот, в общем, кстати, как и у нас, в нашей истории. Вот такая история здесь про женщин и мужчин и про работу. Так что не все здесь женщины поголовно не работают в Турции. Я вам рассказала, из чего состоит этот выбор. Я в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Если вам нужна моя консультация как психолога, пишите туда, мы встретимся с вами в скайпе. Также еще есть, оставляю ссылку на Boosty, подписывайтесь, делайте донат. И у нас раз в неделю с вами будет встреча на чаты, трансляция со мной. Отвечаю на ваши вопросы, общаемся в тесном кругу. Спасибо за внимание. Пишите комментарии под видео. Всем пока.